Пытаясь примирить Троцкого и Дикий Орхидеи, или приватное самосовершенствование и поиск справедливого всех устраивающего общественного устройства, Рорти натыкается на неудачу, на структурную невозможность. И не удается ему это сделать, и он заявляет о том, что эти опции могут вполне себе существовать в параллельном режиме, их нет необходимости примерять, как-то соотносить и встраивать в общую картинку, и на этом теоретический подход Рорти и заканчивается. Для того, чтобы нам попытаться пойти дальше, мы воспользуемся, наверное, концепцией Эрнеста Лаклау, постмарксистского философа, который, в свою очередь, опирается на концептуальный ресурс Жака Лакана, структурного психоаналитика французского. Так вот, Лаклау полагает, что Рорти не удалось примирить эти два измерения человеческой жизни и эти два измерения интеллектуальных усилий, потому что они никогда не были и разъединены. В этом есть определенный парадокс, который имеет смысл пояснить. Для начала вернемся к проблеме соотношения партикулярного-универсального, индивидуального и общественного, и обозначим, что Лаклау полагает, что суммы партикулярностей, которая бы совмещалась в некое универсальное, не существует. Логика здесь такая, что всякое партикулярное рано или поздно занимает, претендуя на место универсального, рано или поздно занимает это место универсального. Происходит все это дело, безусловно, в языке, в том типе дискурса, который, условно говоря, побеждает или пристегивает с собой все символическое пространство. То есть, если мы обратимся к марксизму, то мы, в его расхожей, по крайней мере, версии, знаем, что, с точки зрения марксиста, экономика определяет все. Допустим, если экономика определяет все, идеологию, культуру, гендерное неравенство можно объяснить тоже экономически и так далее, то вот этот экономический дискурс, он, условно говоря, победил. Это партикулярный отдельно взятый дискурс, пристегнул с собой все символическое пространство. Точно так же все символическое пространство можно рассматривать с точки зрения и его какие-то вывихи, неровности, шероховатости, несправедливости как таковую. Можно рассматривать с точки зрения, допустим, гендерного неравенства. И феминизм будет заявлять о том, что все структурные вывихи из-за того, что есть определенный перекос в соотношении интересов, желаний, субъектов, которые несут на себе печать того или иного гендерного. В этом смысле, возвращаясь еще раз к вопросу о насилии, имеет смысл зафиксировать, что смена дискурсов, смена культурных трендов, смена концепций и в том числе концепций объясняющих общественное устройство никогда не является чем-то таким беспроблемным, эволюционным. Всегда на этой смене есть отпечаток дискурсивного как минимум насилия. И в этом смысле интересен пример, который приводит Лак-Лао. Он говорит о том, что нет смысла радикальным образом противопоставлять, допустим, реформу и революцию. И в том и в другом случае мы должны перестроить сознание людей. То есть перестроить язык, культурный тренд, в рамках которого субъекты начинают как-то себя чувствовать более или менее устойчиво. Ведь в случае с реформой необходимо как минимум склонить оппонента на свою сторону, убедить его в том, что вот такой расклад общественный имеет большее право на существование, нежели иной. И независимо от того, осознанно субъект, вот другая сторона согласится на это изменение или бессознательно, мы будем иметь эффект отказа от своих первоначальных убеждений. А это и есть дискурсивное насилие. Таким образом, Лак-Лао, я еще раз подчеркну, вслед за Лак-Лао, полагает, что вот эта возможность, структурная возможность насилия, это то, что всегда вписано в общественное устройство. И те способы понимания общества, которые мы используем, должны, в общем, предполагать наличие этой возможности. Где же место в этом всем устройстве, которое предлагает Лак-Лао, устройстве, показывающем нам соотношение партикулярно-универсальное, где, собственно, это воображаемое, социальное воображаемое, как оно функционирует, чем оно занято, собственно. Та часть теории Эрнеста Лак-Лао, которая посвящена субъекту, она фиксирует следующее. Субъект восполняет собой все те разрывы, все те вывихи социального, с которыми мы имеем дело. Ну, то есть вывихов этих, на самом деле, очень много. Есть наши усилия, усилия социальных активистов по преобразованию общества, есть способы объяснения того, как эти преобразования происходят, и между тем и другим всегда есть определенный зазор и разрыв, смысловой разрыв. И субъект, как пространство надписей, то, как он артикулирует вот этот разрыв, артикулирует неважно, осознанно или, опять же, бессознательно, субъект, и как бы в своем фантазме, в своей попытке с помощью воображения ухватить этот разрыв, он его и снимает. Но надо понимать, что это снятие этого разрыва происходит именно в режиме воображаемом или фантазматическом. Таким образом, мы можем зафиксировать, что фигуративное мышление неизбежно. Вот это мышление картинками, и речь не только о составных картинках, но и о том, что наше мышление работает по инерции, в том смысле, что мы хотим все-таки получить более или менее связную и цельную картину социального устройства. То есть, с одной стороны, эта инерция и неизбежна, а с другой стороны, современные социальные теоретики, Эрнеста Лаклау в том числе, в частности, ищут иные возможности понимания социального, возможности, которые находятся за пределами фигуративного мышления. И, в принципе, здесь вполне допустима аналогия с историей развития искусства, изобразительного искусства. То есть, искусство, можем в общих чертах зафиксировать, что изобразительное искусство все-таки движется от фигуративного такого воспроизводства реальности к нефигуративным неким формам. Абстракционизм, к примеру, по сравнению с реализмом, это, в общем, уход от фигуративности. Мне показалось интересным представить историю развития социальной теории тоже как такой своеобразный уход от фигуративного мышления, в том числе мышления с составными картинками или мышления, которое покрывает, скопически наслаждаясь, визуально наслаждаясь, при этом выравнивает все структурные несовпадения, зазоры, разрывы смысловые. Перейти к такому способу мышления, которое удерживает в сознании эти разрывы и исходит из того, что эти разрывы конститутивны. Эрнеста Лаклау в своих теоретических построениях использует и концептуальный ресурс Лакана, как я уже говорила. И Лакан, возможно, где-то гораздо более радикально подходит к этим несовпадениям и разрывам, поскольку помещает их в само субъективное пространство человека. То есть субъект — это и есть такой разрыв, это и есть несоизмеримость перспектив. Возвращаясь к мысли о том, что троцкие дикие орхидеи никогда не были разведены, нам нужно пояснить такой момент, что внутри субъективного пространства, отдельно взятого человека, когда мы находимся на индивидуальном уровне, то само субъективное пространство конституируется тем, что внешняя инстанция, вот этот самый другой с большой буквы, помещается вовнутрь. И сама вот эта своеобразная интроекция и даёт эффект того, что мы имеем вот это внутреннее, условно внутреннее субъективное пространство. То есть Лакан нам здесь интересен тем, что он нам показывает структурную связь вот этого надиндивидуального, безличностного и глубоко интимного, субъективного. То есть проблему Рорти с его троцким и дикими орхидеями мы можем переписать с помощью другого языка и, может быть, чуть более чётко понять вот эту структурную связь между приватным самосовершенствованием, условно-индивидуальным и условно-социальным, или условно-безличным. Вот это само безличное, этот чужак конститутивен самому субъекту. То есть он является условием возможностей интимности. То есть если мы уяснили себе вот эту структурную связь, то мы уже не можем мыслить отдельно и мыслить вот этими составными картинками что-то приватное и что-то общественное. Не можем мыслить это раздельно. Продолжение следует...